Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани меча». Мы работаем в прямом эфире, телефоны вы увидите на своих экранах, хотелось бы сразу обратиться. Звоните, рассказывайте о своих впечатлениях, которые остались у вас после матча Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Чемпионата России, который вот-вот уже подходит к своему логическому завершению, и не сегодня, завтра одна из команд может праздновать успех. Поговорим в ближайшие 45 минут вместе с вами, а также Сергеем Буслаевым, Кириллом Музалевским, Евгением Воронином, Константином Щербиненко. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Ну, я думаю, что футбол за прошедшую неделю порадовал нас всех, да? Вспомним матчи Лиги Чемпионов, какое огромное количество мячей было забито даже, казалось бы, уже в четвертьфинале с командами равных соперников. Тем не менее, действительно, мы увидели по три, по четыре мяча, да? То же самое случилось и в Лиге Европы, где единственный клуб от России принимает участие и встречался с английской командой, командой «Арсенал». Ну, а результат, если вы не вспомните, мы вам его сейчас и напомним. Итак, «Арсенал» ЦСКА 4-1. Жей, ну, прежде всего, хочу обратиться к тебе. Ты говорил о том, что ЦСКА обязательно победит и выйдет спокойно в полуфинал. Ну, спокойно я не говорил. Я говорил, что с трудом выйдет, но теперь, скажем так... Еще труднее. Еще чуть-чуть потруднее. Труднее немножко стало с выходом. Ну, ты знаешь, я хочу сказать, что действительно английский и российский уровень футбола отличаются, да? Я не знал об этом. Нет, я тебе просто говорю. Это результат был виден на табло. На самом деле, игра... Мне не стыдно за команду, которая играла. Действительно, показали хороший футбол. Но нет таких вот, скажем так, наконечников, которые мог решить. Один момент, и он забил. Вот таких у нас нет. А у нас есть Муса, который 10 дай, один, может быть, забьет. Вот если бы у нас были другие нападающие при других условных... Тогда вот ЦСКА назывался бы Ливерфл. Нет, не назывался. Он играл и выигрывал Кубок УФА, ты знаешь. Когда? А, да. Давно это было, но это было. Просто подбор игроков тогда соответствовал уровню Кубка. Сергей, ты помнишь, да, мы, по-моему, на прошлой неделе вместе, так, некоторые моменты посмотрели того финального матча Лиги, Кубка УФА, да, Спортинг, ЦСКА, и мы смотрели. И действительно, я соглашусь с Евгением о том, что ЦСКА давил и смотрелся лучше Спортинга до того момента, как они забили. Они же первыми забили, да? Вот. Спортинг, да, забил? Спортинг, да, первым забил. Вот мне хочется спросить, действительно такая большая разница у ЦСКА в составе с тем, и что сейчас? Класс. Нет, Олег, тут отвечать сложно, потому что, во-первых, ЦСКА там играл Спортингом, да, здесь играл с Арсеналом, то есть тоже разные команды. Если брать разные ЦСКА, то надо брать разные соперники были тогда. И теперь вот я хочу вернуться к Арсеналу, я вот говорил, помнишь, что при жеребьевке ЦСКА будет легче с Арсеналом. То есть игра, конечно, смотрелась, потому что не было середины поля, проходили то одна команда проходила спокойно к воротам, то вторая. И можно было, да, Женя прав, ЦСКА можно было что-то предложить и сделать для себя более комфортный счет, но действительно у ЦСКА не было человека, который мог завершить это. А у Арсенала все залетело? Да, вот залетело все, согласен. Даже с апсайдами забивались. То есть, если вспомнить матч с Арсенала Слуцкого, да, где не залетело ничего, то здесь, конечно, залетело практически все. И поэтому винить ЦСКА тоже, так бросаться, что ЦСКА сыграла за рукой плохо, я не смогу. Кирилл, вы в последней стадии встречались с английской командой, с Ливерпулем, да, если мне память не изменяет. Да, проиграли, да. Это приговор для российских команд, попадаешь на Англию, все, до свидания. Да, видимо, да. Знаешь, что, вот ЦСКА, я посмотрел, ЦСКА игра очень смелая. Но это была игра с шашками на танке. ЦСКА одна из самых быстрых команд российского чемпионата. Но Арсенала еще быстрее. И вот в этой игре, кто быстрее, Арсенал, разумеется, победил. Они вышли с открытым забравом ЦСКА, честь и хвала, матч понравился. Нету ЦСКА нападающего, который мог бы забить. А так будут, ЦСКА были шансы. Ну, 3-0 надо выиграть, да? 3-0 всего, это возможно. Все, все возможно. 2-0 возможно. Да. Кстати, к тебе вопрос. Не совершил ли Гончаренко ошибку, избрав тактику на эту игру, как правильно сказал Кирилл, шашками на танке? Ну, они как бы пошли агрессивно против команды Арсенал. Арсенал, во-первых, очень хорошо играет дома. Ну, и, в принципе, и на выезде в этом сезоне тоже смотрится достойно. Возможно, в какой-то степени Гончаренко правильно поступил. Потому что, кто знает, а если бы у ЦСКА все бы залетело, может быть и очечка, а может быть и больше. Там и цако и полное заливать, да. Здесь в невезении, наверное, в нерозыгрыше до конца моментов есть какая-то опаска, наверное, у главного тренера. Нужно все-таки дорабатывать, тренировать эти вещи на тренировках. А то, что такая тактика, я надеюсь, что такая тактика будет и в домашнем противостоянии между Арсеналом. И кто знает, возможно, у ЦСКА будут шансы. 7-1 ЦСКА тоже может не избежать. Ну, нет, но, по крайней мере, шансы велики на победу ЦСКА. Ну, правда, это, наверное, будет не какая-то большая победа, а крупная. Но, тем не менее, мне кажется, что Арсеналу ЦСКА сейчас способен победить. То есть, 3-3 и такой результат... ЦСКА выиграет. ЦСКА выиграет. И будет вверх. Но это не точно. Не смотри. Но это не точно. Давайте вот еще о чем, может быть, поговорим. Действительно, у ЦСКА нет, наверное, исполнителей таких, которые могли противостоять сейчас Арсеналу. И не будем забывать, что Арсенал у себя в английском чемпионате потерял практически шансы на то, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. А через Лигу Европы он может в эту Лигу чемпионов попасть. И у него, по большому счету, двойная мотивация в этом турнире. Не забываем то, что в Лиге Европы подобраны на этой уже стадии довольно серьезные соперники. Атлетика уже в Лиге чемпионов. Атлетика уже в Лиге чемпионов. Но тем не менее, они хотят... Конечно. Марсель уже в Лиге чемпионов. Я думаю, что и Дрезден уже в Лиге чемпионов. Они, по-моему, третьи сейчас идут. Арсенал может выйти в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы, правильно? Но, правильно Костя сказал, там есть Атлетика, которая... Ну, вот Олег говорит, что у него тоже нет амбиции в Атлетике. Нет, амбиции нет. Как амбиции нет? Амбиции для взятия трофеев. Да, трофеи взять. А чтобы попасть в Лигу чемпионов через Лигу Европы, у них нет. Они и так уже в Лиге чемпионов. Просто я вот как раз смотрел... Арсенал трофеев не выиграл черти сколько. Соглашусь, соглашусь, да. Вообще с Энгером. Да, соглашусь. И чемпионат Англии в том числе. Только кубок Арсенал брал не так давно. Ну, кубок это, конечно, не Лига Европы. Но, тем не менее, мне кажется, если жребий так совпадет, то, в принципе, можно предсказать, что Арсенал, как и Атлетика, возможно, могут встретиться в финале. А представляете финал? Арсенал, Атлетика. Это будет бомба. На самом деле, надеюсь, как и звонок нашего телезрителя, Добрый вечер. Добрый вечер, Юрий Сергеевич. Юрий Сергеевич. Да. Мне кажется, армейцам вообще ничего не светит. А можно чуть громче не слышим? В студию побольше. Чуть громче? Нет, нет. Ну, я прошу нашего звукорежиссера прибавить звук в студии, чтобы мы тоже слышали. Я вроде нормально говорю. Ну, там слышно. В соседней комнате слышно. Я говорю, по-моему, армейцы вообще ничего не светят. Они играют через два дня на третий. Посмотрите. Двенадцатого, пятнадцатого, восемнадцатого. И что им будет светить, если они уже динамовцам проиграли один-два? Арсеналу тоже проиграли. Если вы говорите, что Арсеналу все залетело, я не согласен. Если бы у них все залетело, они могли бы забить и восемь. С таким же успехом. Если бы у них все залетело. Вам игра ЦСКА понравилась? Сама игра. Как тебе сказать? Результат понятный, отрицательный. Сама игра. Настрой. Эмоции. Игра настроена. Этого мало. Он так представляет. К сожалению. Простите, а кто в ворот-то будет попадать? В ворот-то будет попадать. Они моментов создали прилично. А результат? Один забитый мяч. И тот стандарта. Верите в команду? А что мне еще остается сделать? Это самый лучший ответ для болельщика ЦСКА. Я думаю, Евгений подтвердит. Да, согласен. Мы лучше играем, чтобы проиграть. Но, увы, так таков календарь. Вот так сложилось все. Ну, это РФС. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Еще обсудим матч с Динамо. Хотел Юрий Сергеевич тоже сказать, что все-таки лучше, допустим, проиграть 4-1 и играть вот такой футбол, который мы играли в атакующий, чем мы, если бы мы избрали тактику оборонительную. 1-0-1-0. Нет, не 1-0. Я думаю, нам столько уже забили бы, наверное. С каких это пор ты стал любителем игры, а не счета на табло? Это моя позиция. Это я всегда говорил, лучше проиграть 4-1, но показать игру, чем ты всегда говорил. Результат это табло. Но я тебе хочу сказать, что здесь бы мы вряд ли рассчитали на какой-то результат. Был бы результат тоже такой 4-1. Только мы сейчас обсуждали и говорили, что ЦСКА закрыл, забрал, не стал поднимать, проиграл. А сейчас мы говорим, что игра ЦСКА как мог. Да, не получалось, да, не забили. Конечно, ЦСКА, давайте вспоминать хороший, великолепный гол. Головина. Головин. Он как минимум на пару миллионов поднял свою трансферную стоимость. О чем и речь, мы же говорили о том, что если бы у ЦСКА с голом Головина еще бы зашел, Головин Загоева или Сын, например, то он был бы уже 2-1. Играли не без шансов. Не без шансов играл. 2-1 был. Поэтому тактика, давайте, наверное, будем честны, наверное, Гончаренко избрал, в принципе, нормальную, играющую против Арсенала. Но недооценил, что трансферная стоимость игроков и их уровень намного превышает уровень сейчас действующего ЦСКА. Согласен. Да, давайте. Дополню по тактике. Женя, вот не знаю, Женя сейчас мне скажет так или не так. Уж вчера я услышал, что при Слуцком, конечно, ЦСКА так не играл. Не играл как с Арсеналом, не играл как мы придем, как он с Динамо не играл. То есть, ССКА стал больше играть на атаку. То есть, при Слуцком, оказывается, было бы... Ну, это я не знаю. На атаку стал больше играть. Вчера он слышал. В 5 защитников Слуцкий не играл. Гончаренко начал играть в 5 защитников. Ну, это ладно. Можно играть хоть 6 защитников, но атаковать. Понимаешь, что на атаку-то играет Действительно Только те игроки, которые играют Они не только Исполнителей нет Ну что ж, подводим итог ЦСКА проиграл Арсеналу 4-1 Для того, чтобы пройти в полуфинал Необходимо Арсеналу забивать 3 И не пропускать ни одного мяча Насколько это сложно? Я думаю, что невозможно Переходим дальше У нас еще одно событие Которое произошло на прошедшей неделе Отложенный матч 1-4 Кубка России Где крылья Советов встречались со Спартаком Ну, по уважительной причине Этот матч был перенесен И, наконец-то, сыгран Итак, крылья Советов-Спартак 1-3, Спартак играл основным составом Естественно, как говорится, ставки уже высоки Поэтому выходить в полуфинал Было необходимо Даже несмотря на то, что соперник был В общем-то, из первой лиги Кирилл Впервые за 20 лет У Спартака есть возможность Сделать Золотой дубль Золотой дубль, да Сделать, выиграть и чемпионат в одном сезоне И Кубок России В последний раз это было в 98-м году Это мотивация для игроков и команды В целом А это считается Кубок в 98-м Финал будет в мае Получается И закончится чемпионат в мае То есть, получается Ну, финал будет 9-го мая А сезон закончится чемпионом Получается, и Спартак будет все равно действующим чемпионом Он успеет Сезона Нет, я просто не знаю, как Я не буду с тобой спорить Я просто не знаю, как сезон считается Сезон чемпионата Нет, это уже не считается, Сереж Все правильно Получается, сезон закончился в 17-м году А Кубок России Спартак сможет В 18-м И, во-первых, да Кубок ближе, чем чем чемпионат Если говорить про матч И про последующий матч Спартак видно на ходу Приятно смотреть Очень приятно смотреть А Кубок Обязан брать Обязан А чемпионат Я думаю, еще обсудим на последующем матче Но чемпионат тут Локомотив И Юрий Павлович Я думаю, это будет против А я, кстати Я, кстати, хочу сказать Что, если получится Я скажу на матч Полуфинальный Между Спартаком и Тосно Потому что у меня Как я говорил, товарищ Есть играющий в Тосно Все зависит от того Попадет в состав Все зависит от того Попадет он в заявку или нет Молодой парень Саша зовут Турошечкин фамилия Вот Надеюсь, что Стрельнет, как Головин Ну, по крайней мере Мы это обсуждаем Вот Соответственно Хочется сказать Что Спартак сейчас На таком ходу Он забил два Три в кубке Сейчас четыре Анжи Я смотрю, кстати Эту встречу Промес забил Самый быстрый Хитрик В чемпионатах России Между прочим Так, на секундочку Не во всех чемпионатах России В РФПЛ В РФПЛ В общем Спартак сейчас На ходу Тосно не знает Та команда Которая сможет Остановить Спартак В кубковом матче Но тем не менее У Спартака Даже Не будем отбрасывать Его от вот этого сезона Ведь по потерянным Там Понятное дело Узнаем Какого она будет Но сейчас Два очка отделяет Спартак и Локомотив Это ты уже перешел На чемпионат Олег, а как тебе финал Авангард 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 Тосно Нет, этого не будет Я хочу Но это не должно Нет, я прощу Спартаку Если они не станут Чемпионами Потому что Объективно Да, но кубок Брать обязан Не будет Финала Тосно Авангард Не будет Тосно Ладно Поживем Увидим Ну что ж Спартаковским Болельщикам Осталось Дождаться По заверению Кирилла Два матча Ну а Ближайший Состоится 18 апреля Тогда же Когда и матчи 23-го тура Команда будет играть И Динамо И ЦСКА Свои матчи И Локомотив В том числе Да Будет играть 18 апреля И Спартак Будет играть Полуфинальный матч С Тосно Олег, а можно еще поговорить про Матч прошедший По крыльсоветам? Да Или мы сейчас кубок Не, давай Можем поговорить Если есть что сказать Про крыльсовет Или про Анжи Не по крылью А вот про Анжи А, ну это мы сейчас уже Сейчас перейдем к нему Да Так что Да Болельщики Спартака Естественно Надеются на то Что их команда Не просто пройдет финал Но и Завоюет Кубок России Ну и переходим К 25-му туру Чемпионата Очень много Интересных матчей Результатов И вообще Команды Мне кажется Бьются изо всех сил В последних турах ЦСКА Динамо Абсолютно предсказуемый Результат 1-2 Анжи Спартак Абсолютно непредсказуемый Результат 1-4 Локомотив Ростов 1-0 Вымучили Выдержали Тос на Урал 2-2 Команды бьются По гребняк забивают Но скорее всего Только за премиальные Арсенал Уфа Наверное тоже играют В общем-то За деньги сейчас Зенит Краснодар Зенит дома у себя Проигрывает Краснодару Который Три дня назад Сменил Главного тренера Уволил Игоря Шалимова Рубин Ахмад Рубин Мне кажется Команда Которая сейчас Работает Можно даже сказать По абсолютной Синусоиде Ну и СКА Хабаров Самкар 0-2 Тут наверное Без сюрпризов Без 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 Тоже Матча Хабаров Я понимаю Там просто удаление было Спасибо Да Но СКА Хабаров Скорее всего Утонул Утонул Итак Переходим К матчу ЦСКА Динамо Москва Как я сказал Чуть выше Абсолютно Предсказуемый результат И если Вы не согласны Тоже можете Звонить По телефону Который указан На ваших экранах Сергей Честь и хвала победителя Поэтому начинаем с тебя Да Евгений пока готовится Чтобы ответить что-то На твое Твое выступление Мы общались Говорили что Динамовцы вышли биться Динамовцы вышли побеждать Динамовцы вышли Как говорится Умереть Но свои три очка Взять За счет чего Ситуация такая Я объясню за счет чего Тут надо разделить Как говорит наш президент Мухот котлет То есть взять ЦСКА И взять Динамо Как ЦСКА подошел К ЦСКА Гончаренко вернее Главный тренер Я так понял Решил ротацию провести Дать отдохнуть С Динамо Ротацию провести Ну и не знаю В дерби Ну не я же Так решил тренер Сейчас еще за это ответишь Это странное решение Тренер так решил Да Тренер так решил Даже Раушева В интервью сказал Что был удивлен И Хохлов Ну Хохлов не очень удивлен По интервью сказал А Раушев Я был удивлен Что мы готовились Что будет опять ЦСКА Пять защитников А когда вышли Посмотрели четыре И нам Он честно сказал Нам было даже легче Играть четырьмя защитниками Потому что пятерых Было бы очень тяжело Играть Тем более Динамо Играл как ты видел На контратаках В основном На быстрых контратаках Я думаю Что это возможно Да Это ошибка была Главного тренера Ее признал Признал Молодец Хохлов Я считаю Что наоборот Я удивился Когда увидел состав Потому что По сравнению С выигрышным составом Который обыграл В предыдущем матче Арсенал Не было Центрального полузащитника ТТХ И не было Крайнего Можно сказать Нападающего Вингера Черных Который А тот получил Травму А второго Там несчастье В семье Он уехал В Африку К себе Вот И Получил на тренировке Микротравму Марков Один из нападающих То есть Ну Динамо Заменил Вышел Цалагов И вышел Морозов На край Рауша Сместили В полузащиту Второй раз В этом сезоне Не испортил А бедня Молодец И Что понравилось Динамо Действительно Сказал Они бились Бились От первой До последней Секунды Я уже Конечно Когда досматривал Сил Чтобы хватило Потому что Мы видели Что там И ноги сводило У некоторых И травму Замену Он сделал По ходу матча Травму Получили Два игрока Он говорит Я не Хохлов Сказал В интервью Что я не Собирался Делать замены Луценко И Рауша Но они Попросили Потому что У Панченко Начались проблемы С ногой Он уже В центре Стоял Практически Особо Не мог Убежать Там были Моменты Давали пас Обольский Когда вышел Молодой Понравилось Динамо Реализовал Свои моменты Тактически Как они Сказали Тоже Опять же Читаю Как нас Тренер Учил Мы тактически Придерживались Полный матч Этой схемы Удивил ЦСКА Удивило Женя Сказал Удивило То что Иностранцы Как сыграли Не могу камень бросить Ни в кого Ни в вратаря Ни в игроков Ни в защитников Которые не успевали За тем же Как ты говоришь 30-летним Луценко Который такой рывок Совершил Я не знаю По краю Но Как сыграли Действительно Легионеры Это ужасно Даже в Эмблуму взять Который больше кричал Меньше приносил пользы Это абсолютно Странная Странная Очень такая игра ЦСКА была Но Рад за Динамо Шесть матчей Без поражения идут И это думаю Заслуга Действительно 12 матчей В этом сезоне Динамо провел 24 Встречи 12 из них Под управлением Колитинцева Динамоцы набрали 12 очков И Под управлением Хохлова Набрали 24 Два раза больше очков То есть Хохлов принес Ну Как говорится Да Мы об этом не раз Говорили О том Что Динамо С приходным Хохлова Да Шесть подряд Теперь Жень Сейчас Тебе вопрос Горреса встречный Гончаренко Опять мы говорим Про тактику Дал отдохнуть Головину Перед матчем Перед матчем С Арсеналом С Арсеналом Все понятно С СССР Как говорится Иди домой Ну да На самом деле Он мог дать ему отдохнуть Где-то минут на 60 При счете Да Конечно 3-0 Если бы мы выигрывали Тогда да Он мог дать ему отдохнуть Действительно Видя что Не идет ни игра Ни у Мусы Ни у Витинь Он почему-то В каждом матче Выпускает И ставит их В основе Хотя вышли Действительно И Чалов И Головин И сразу игра Преобразилась И поехала Побежала Но что я хочу отметить У нас Действительно Плотный график Идет Вот этот Футбольных матчей И мы очень много сил Обладали в Англии И когда здесь Стали играть И было видно Как мы не успеваем Мы проваливаем зону То есть Была видна Четкая расстановка Защитников И все наши Убегают вперед И не возвращаются Жень Вот когда я был на матче Подожди Чем не понравилось Динамо Динамо Большими силами Атаковало И большими силами Отступало У Динамо Вылетела В одной Тридцать второй Курка Она не играет В Европе У них нормально Спокойно играли Вспомните Слуцкого Который что делал Выставлял оборону Мусу Вперед И Слуцкий Муса уже не тот Я их власть Ричку вперед Ну Слыцкого Он может обогнать Муса или нет Жень Жень Ну ты говоришь Устали Но они не устали С первых минут Правильно Но они первые тайны Провалили 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 Совершенно Во втором Еще ЦСКА Вот я уже напрягся Когда вот 2-1 Стало Думал Сейчас могут сравнять Что-то у меня Когда только Я говорю Когда только Вышел Чалов Но в первом То они провалили Вообще полностью Какая там усталость Была в первом Кто там устал Даже защитники Я не знаю Почему даже При той возможности Что нужно было Пускать двух нападающих Почему он Верблума опять держит Впереди Мы все понимаем Что Верблум не нападающий Почему не везти в опорную И туда в центр Подвинуть Молодец Видно было Что Натха Он не исправляет Не исправляется Не было Верблума Не хватало Динамо проходило Проходило Мы центр Проиграли Сколько ошибок У Натха Было С Арсеналом Сколько ошибок С Динамо Натха Допустим Эти обрезы Какие-то Почему не поставить Назад И не вернуть Непонятно Почему Давайте пообщаемся С нашим телезрителем Может быть У него Есть ответы На поставленные вопросы Добрый вечер Добрый вечер Еще раз Сережа Да Если Сережа Не может предъявить Претензии То я могу предъявить Я считаю Что первый голок Инфеев Распустил По собственной ошибке Он неправильно Занял место ворот Совершенно точно Удар Извини меня На полметра На метр Он бы доставал Этот мяч Который ушел В дальний угол Это первый гол Второй гол А второй гол Игнашевич Простите меня Стоит Чтобы закрыть Дальнюю штангу Где нет вратаря Потому что Он стоит у ближней Штанги Это понятно Он стоит И смотрит Как будет играть Щенников Он выключился Из игры Напрашивается Вопрос А зачем Он нужен В команде Так Жень Было Да Он не закрыл Оставил Практически Все ворота Пустые Но Щенников Бежал за Ташаевым Бывает Ташаев Он накрывал Березус Накрывал Ташаев Он бы мог Сам отбить Таким же успехом Это мои претензии К игрокам Накрывал Спасибо Спасибо большое На мой взгляд В первую ситуацию Я не согласен С Юрием Сергеевичем На мой взгляд Акинфеев Занимал Идеальную позицию Потому что Беев ближний Он бы спасал Просто настолько Был ювелирный пас От Паченко Про первый гол Не виноват И кто забил Ташаев На мой взгляд Он попал Прям идеально Такая траектория Это прям в лузу В лузу Да Бильярдный такой удар Не виноват Скажем так Ну просто Он все правильно делал Но настолько был Хороший удар Что касаемо Вот этой встречи Я тоже ее смотрел В тщательном обзоре На мой взгляд Здесь Для меня было удивительно Когда я был подписан На эту встречу Что Динамо забил И потом 2-0 Я не думал Что ЦСКА Вот так вот отпустит Вот Но посмотрев Вот именно в повторе Здесь я могу согласиться С Юрием Сергеевичем О том что Второй мяч пропущенный ЦСКА Был бездарно Бездарно пропущенный Ну как Луценко Может пробежать Извините меня Практически Всю вторую Половину поля И просто В падении Ну там правда Да уже Скорость заканчивалась Выдать Тоже ювелирный паз Где Ташаеву Осталось только Подставить ногу Это все понятно А кто бежал с ним Это Щенников по-моему Щенников Абсолютно точно Бежал Щенников За Ташаевым А потом Щенников Бросает Ташаева Идет Уходит в центр Страховать Березуцкого Сусылкова Березуцкий бежит Березуцкий Конечно И он уходит Страховать Березуцкого А тот Простреливает И Ташаев один Накрывал его Березуцкий Самый Березуцкий Не было видно Нога была видна Нога была видна Но его нога Ни с чем Ну что можно сказать Евгений Как всегда Говорит о том Что Динамо С СССР бьется Вырывает у них Очки Которые якобы Почему-то По его мнению Думает Что Динамо Их должно отдавать Нате Получите И распишитесь Да нет Не нате И распишитесь Динамо С нами бьется И вот ты посмотри Как Динамо Будет играть И с Локомотивом И с Спартаком С нами они уже Сыграли 2-2 В тридцатом туре С нами они играли Вот посмотрим Как Динамо сыграет Я предрекаю Два поражения Динамо От Локомотива И от Спартака Ну а чтобы посластить Тебе пилюлю Я все-таки был на этом матче Был на этом матче Вот программка С автографом Дмитрия Хохлова Автора голевой передачи И Кирилла Панченко Вот тебе Программка такая Спасибо Что ж я передаю Повешу Главный тренер Главный тренер Динамо Подписал Сергей Верим в команду И дальше будем Побеждать Ну это достойно В честь всех болельщиков Кто еще болеет За Динамо Это значит Что дружба Между ЦСКА И Динамо Существует Правильно? Естественно А я кстати говоря Смотрю трибуны Ну все прям Все трибуны В перемешку Абсолютно Мы же были 19500 зрителей Для такого матча Ну просто рабочий день Жень Было по выходной Игр больше Там полностью Верно Не 2500 Так много Это хорошо Это хорошая цифра Переходим к центральному матчу Тура Который поразил Своей результативностью Командными взаимодействиями Если вы еще не знаете Что это за игра Естественно Это игра Московского Спартака Итак Анжи Спартак 1-4 Самый быстрый Хет-трик В истории РФПЛ Квинси Промес Вновь возвращается В бомбардирскую Гонку Кирилл Ну я говорил На прошлой программе Что Анжи Ну наверное Не соперник Спартаку Даже Учитывая Что они играли Дома В общем-то Анжи зацепил В краснодаря А я тебя как раз Возрежал Зацепил На 92-й минуте Получил 94-й 94-й Я тебе как раз Возрежал Что для Спартака Была опасность Если Анжи Придавит С первых минут Это было Первые 3-4-5 минут Анжи прижало Но удачно Все сложилось Это был Просто День Квинси День Квинси Он забил И стало понятно Что действительно Спартак Просто выше Колосом Пожалуй Первый матч Спартака Который я смотрел С легким сердцем После 25-й минуты Да Когда я не думал Что мы проиграем Что мы забили 2-1 Мы сделали 3-0 Что мы проиграем Качественный матч Качественный матч От Квинси Качественный матч От всего Тренерского Штаба В общем Вопрос не нужен Они в прошлом году Квинси ругали За то что он Это забивает Только командам Которые Да 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 Командам Последние 8-й Мусорные голы Так называемые Ну не знаю Какие они Ну называется Меси Я не могу так называть Мне обидно это слово Говорят Да Мусорные голы Ну понимаешь Нет Ну забил человек Нет Он решающий голы В том числе забивает Нет Он забивал Проместницы Из кого Прорвало Ну прорвало Я думаю У него попрет 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 Мусорные голы Ну не надо Это 30-й Если говорить Про эту Третью Я тоже смотрел И у Проместа Не было Забитых мячей С начала Этого сезона С этого Ну вот После возобновления Паузы И первый гол Который он забил Анже Это был Просто Пас К Насе Вот этого Новичка На пустые ворота И мне кажется Что он Придал Уверенность В нападающем Второй гол И потом второй гол Он божественный Да Ну а третий Тоже Протащил И забил Это гол игрока В стиле Месси Да Вот как бы На паузе Взять и в дальний угол Послать мяч В дальнюю девятку Это конечно Безумно красивый гол Дальше вот Я опасаюсь Как дальше идет Спартак Потому что Они вот И в Кубке России Три забили Сейчас четыре Они забивают Дальше у них Тосно Там возможно Будет пятерочка Ну как бы Тут Спартак на ходу Понесло Парни Понесло Пятерочка А к концу чемпионата К последним играм Они там По восемь По девять А значит В тридцатом Уже десять Олег Мне очень страшно Когда Костя так говорит Потому что Давайте вот говорить Все наоборот Ты это всем страшен Смотрите Это главный конкурент ЦСКА все-таки Отцепился Отцепился Да Отцепился Ну мне кажется От борьбы за золото Отстались мы вдвоем Зенит тоже Скорее всего Да Зенит не тоже А точно И Спартак главный конкурент Локомотива Костя не хвали нас Ну что ж Раз Локомотив Или Спартак Главный конкурент Локомотива Давайте переходим К следующему матчу Где Предполагаемый Чемпион страны Встречался С командой Ростов Который еще Буквально Несколько лет назад Борол за Чемпионское Звание И так Локомотив Ростов 1-0 Вот мне лично показалось Да И я Общался в ней Эта программа С ребятами Говорил о том Что Как Ростов Бился с тем же ЦСКА На своем поле Где Котчик Мне кажется Было больше Чем Болельщиков На этом На этом матче А когда вышли На стадион Локомотив Шикарная поляна И Ростов В общем-то Не показал себя Ни с какой стороны Или я не прав Ты прав Олег И меня тоже Это удивило Что Ростов Не создал Скажем так Знаете Как это часто называется Там 100% Какого-то момента Вообще ничего Если мы обсуждали Сегодня Да там Арсенал ЦСКА Когда там был Ну там 90% Загой То по крайней мере У Ростова Это не было Опять же Я смотрел Эту игру А на статистику Смотрел Я смотрел Нет Ты знаешь Сколько нанес ударов Локомотив И сколько Ростов Нет Статистику Не смотрел Три удара Локомотив Один удар Да мы и говорим Что вообще Ничего не было Локомотив забил Да Локомотив забил Сразу же После перерыва На мой взгляд Юрий Павлович Семин Теперь понимает Что в паузах Нужно работать Потому что После предыдущего Матча с Амкаром Как раз таки Амкар и переломил Ход встречи И забил Два мяча И проиграл Свой выездной Но домашний матч Как мы помним Да Сейчас У Локомотива Должен быть И нужен Быть вот этот подъем Что я в предыдущем Убийцей Возможно Потому что У меня было впечатление Что из последних сил У командива У меня нет Из последних сил Наоборот Был запас маленький Но они его не реализовали К сожалению Это чемпионская игра Чемпионская поста Как ЦСКА брал Как Спарта На 90-х минутах Глушаков забивал Такими усилиями Такими 1-0 При никакой игре Они вырывали победу При никакой игре Вообще Ёки-палки согласен Вот Здесь я посмотрел Еще одно слово скажу Но самым главным На матче Был Юрий Павлович Я даже не смотрел Такое шоу Человек ругается У него эмоции пропирают Самое главное Что когда коллектив Забил Были видны Искренние эмоции Я просто подписан На команду Вижу как они отмечают Как они празднуют Как они Братья там Обнимаются И целуются Как вот Живые эмоции Краснодар Зенит Обнимаются И целуются Это точно Вы попали В команду Нет До локомотива Уже есть Игорь Денисов Которого многие Начали там Подкалывать И прочее Что он там Целует игроков После забитых мячей Но это Может быть Такой знак Это не значит Прямо Это в кавычках Опять же Понятно Конечно мы шутим Вот Здесь другой момент Я вижу Что искренние эмоции Как и от победы Так же Вот если мы Обсудим Краснодар Зенит Когда там Гоу Шатова За 10 миллионов Своему клубу Нынешнему Бывшему Вот Поэтому Тут такая эмоция Которая должна Прививаться И вот Горечь поражения Которое было Мне кажется Наоборот Они должны Забыться И скажем Локомотив Должен идти дальше С кем Локомотив Играет С Ахматом 18 апреля Ага С Ахматом Дома Дома Да Ну А с Динамо Вполне Вполне возможно А с Динамо Уже после А С Динамо 28 тур По-моему Следующий матч Мы играем С Локомотивом Локомотив Будет играть На выезде А Ну это понятно Это очередной тур Да нет Это все понятно Это очередной тур А ты про что говорил? Про Перенесенный матч Да Потому что у них же Сейчас со Спартаком Отрыв 2 очка Но Понятно Но Потерянным может быть 5 Потерянным 5 У нас с Зенитом Перенесенный матч У вас да Так что будем Будем ждать Ну а дальше Нужно смотреть Конечно же Календарь Я не помню Весь окончательный Календарь Но то что Кирилл сказал Я с ним согласен Думаю что Вот именно Два коллектива Будут решать Золотые Я думаю что Уже точно Это определилось Что только Локомотив и Спартак Смогут Поучаствовать В чемпионской Гонки Ну а у Динамо Понятно Как его Понятно что У Динамо Игры ЦСКА Локомотив Зенит Спартак В ЦСКА Очки набраны А у Локомотива Вы же очень Матч играете С Зенитом Допустим Да В последнем Туре Кто-то будет терять Кто-то будет терять У Спартак Нет таких матчей Где бы Спартак Могут Если мне память Не изменяет То у вас По-моему Вызная игра С Арсеналом По-моему На выезде Локомотив В последний Тридцатый тур Ближе к этим Они заканчивают В Туле Правильно В Туле Да Прежде чем мы посмотрим Турнирную таблицу Давайте посмотрим Какие матчи Нас ждут В двадцать шестом Туре И мы уже точно Будем понимать Какие расклады Потому что Останется сыграть Буквально Четыре Игры Ну Некоторым пять Итак Двадцатый тур Ахмат Тосна Навряд ли Заинтересует По крайней мере Болельщиков Московских команд Амкар Рубин Динамо Локомотив Центральный матч Тура Естественно От этого матча Будет зависеть Динамо Раз и навсегда Забудет О переходных матчах И Вылете В первую лигу Ну а Локомотив В случае победы Практически Распишется В своих Полномочиях На чемпионство Зенит Анжи Ну если Зенит Анжи Не обыграет Дома У себя То Манчини уйдет Прямо сразу После этого матча Краснодар Арсенал Да Краснодар играет Дома Им необходимо Набирать очки Чтобы Войти в тройку У них Для этого тоже Есть очень И очень Большие шансы Урал Спартак Спартаку Будет непросто Урал Тренирует Тарханов Да Мы говорили о том Что Эта команда Дома играет Неплохо И вообще Может у лидеров Отбирать очки Уфа ЦСКА ЦСКА После Английского Арсенала Едет в Уфу Там Семак И я думаю Что он Поблажек На то Что он Всю практически Свою такую Игротскую Да Жизнь Да Десять лет Отдал ЦСКА Это как-то Поможет Ну и Ростовска Хабаровск В общем-то Скорее всего Тем более Ростов будет Открывать Свою арену Да Ростов Свою арену Будет открывать И я уж думаю Они все сделают Для того Чтобы уж Первый матч Провести С лучшим Результатом У нас есть Телефонный звонок Давайте Пообщаемся Добрый вечер Добрый вечер Еще раз Юрий Сергеевич Я хочу напомнить Что 28-й тур Краснодар Локомотив 29-й Локомотив Зенит Да И последний тур Это Локомотив Играет С арсеналом Да Да Спасибо 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 большое Мы говорили Буквально на прошлой передаче Думаю Все вспомнят Что у ЦСКА Еще игра С Краснодаром И Зенитом У Локомотива Игра с Краснодаром И С Динамо И Зенитом И только у Спартака Все игры С командами Из второй восьмерки У них больше нет Никакого Ну Я бы не стал Кстати Мы не затронули Тему Зенита А Зенит Краснодар Как вы знаете Краснодар На мой взгляд Это был матч-тура Это был Кстати да Матч-тура Почему ты назвал Матч-тура Другой встречи Спартак Анжи Ну ладно Это все Вечные Шутки А здесь Вот реально Эмоции Преобладали Во многом Одного из футболистов Которого я говорил Олег Шатов К тому же Можно сказать Что Зенит Действительно У них какой-то Расклад В команде Потому что Забитый второй мяч Я смотрел Вот именно По Детально Каждый момент Вот Паредос Да Вот игрок Который пришел Он даже в центре поля Он является Да там Полузащитником Больше оборонитель Он шел пешком Просто-напросто Я тебе больше скажу И Зенит в целом Мне кажется Что сейчас В Зените Происходит то же самое Как помните Было Когда в Динамо Когда Португальцы разделились Два лагеря На аргентирцы Получил Ну Здесь аргентирцы Ну нет Были такие же Ну это же Хорошо Хорошо Для коллектива Я порадовался Краснодар За нового тренера Который тренировал Молодежку 36 лет Специалист А уже выиграл Сразу же Три очка Я давно говорил Надо было менять Шалимова Давно Да говорил Краснодар Поднимался Еще быстренько Добавлю Про Динамо Сказалось Динамо По потерянным очкам В двух очках От шестого места Мы с тобой спорили Шесть команд Наших Проходит Трое играют Три играть будут В Лиге Чемпионов Две сразу выходит Одна в переходных И в Лиге Европы Три команды И поэтому Динамо Еще есть шанс Зацепиться В Лиге Европы Две команды Если Спартак Берет кубок В Лиге Европы Две команды Три команды Шесть команд С этого Три команды Шесть команд С этого Ну я уже официально Олег Посмотрел Смотрите Спартак Если в этом году Побеждает В Кубке Две команды Из чемпионата И одна Спартак Допустим А Спартак Будет в Лиге Чемпионов Второго места То выходит Шестая команда Играет в Лиге Европы То есть Ты хочешь сказать Да Хорошо Подождите Вот Обладатель Кубка России Дает Прямой выход В Лигу Европы Вопрос Кто будет В прямом выходе Если Спартак Выиграет Кубок И займет Второе или первое место Второе место Он будет Лиг Чемпионов А шестая команда Будет представлять Лигу Европы Сразу же На прямую Совершенно верно А может на прямую Как там В регламенте Где, кто Меня про вас Кубок Точно на прямую Шестая команда Играет С третьего отборочного тура Выигрывает Кубок И играет Лиги Чемпионов И его место Занимает Шестая команда Да Поняк Не спрашиваю А напрямую будет С третьего отборочного тура А кто будет играть Сразу попадает В групповой Нет Четвертое место Пятое С предпоследнего С предпоследнего Четвертое команда Будет Конечно. Ну что ж, друзья мои, к сожалению, время передачи подошло к концу, но еще раз напоминаю всем нашим болельщикам, что в четверг, 12 апреля, в день космонавтики, ЦСКА должен прыгнуть не только выше головы, но и выше самого стадиона на песчанке. 12 апреля ЦСКА, дом играет с Арсеналом, нужно побеждать 3-0. Друзья мои, быстро, коротенько, как будет? ЦСКА выиграет 2-1. Я тоже думал, ЦСКА выиграет, не знаю с каким, но выиграет, да. ЦСКА хорошо, мне понравился ЦСКА. 3-0 выиграет ЦСКА, это я хотел сказать. Я очень хочу, чтобы выиграл ЦСКА, но будет зафиксирована ничья, 1-1 или 2-2. А я думаю, что Арсенал победит 3-1, и Евгений говорит 3-0 победит ЦСКА. Ну что ж, друзья мои, спасибо, что все это время были вместе с нами. Встречаемся в следующий вторник, ну а пока болеем за своих. Пока. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»